Доброе-доброе утречко, уже пятница, девчонки в школе, я уже сходила в магазин и хлеб купила, и крупы, но я взяла гречневую, ячневую и овсянку, и томатную пасту взяла. Хочу сейчас кушать, приготовить, я вроде бы разморозила, да, грудку разморозила, хочу с макаронами грудку с луком, с морковкой обжарить и макароны отварить, все это перемешать. Потому что суп это одно, я хочу уже вкусного мяса, ну я имею ввиду мяско хочется, тоже на таком жиле мяско как-то я не жарила, но уже захотелось. На улице вроде тепло, я даже постельное постирала, и у меня оно висит, сохнет, я думаю, что оно должно высохнуть, успеть, по крайней мере, дождя сегодня нет, вчера дождик был уже. Вот, сейчас буду кушать, готовить посуду, я расставила тарелочкой, у меня ложки осталось разложить, ну как бы лежали после посуды, когда помыла. Вот, все остальное, все хорошо. Сегодня будем отдыхать, уроки не будем делать, я в пятницу, и, кстати, насчет челки мне там написали, да, надо ее подстричь, я знаю, просто руки до нее не доходят, то одно, то другое, то... Короче, надо подстричь, спасибо, что подсказали, хоть это, хоть посмотрели, я знала, что надо, но как-то на это не обращала сильно внимания, когда о чем-то другом переживаешь или думаешь, так что сделаем. Вика придется в школу, у нее ножницы хорошие. Я в парикмахерскую не сильно хожу, во-первых, мне неудобно по времени, я редко когда так выхожу куда-то, во-вторых, это тут запись, то еще что-то, ну как бы из одной челки, я ее и сама подстригу, она у меня кучерявая, как бы волосы волнистые, поэтому сильно не займет, если вдруг что-то неправильно подстригу. Ну, я вот так мяско на кусочки разрезала, и оказывается, у меня макарон нету, но я нашла спагетти. Ну, короче, спагетти приготовлю, раз нету макарон. Вот я лучок уже кинула, классно было бы, конечно, с грибами все это, но ничего, сейчас лучок поджарится, я кину морковочку. Морковочку, спагетти я разделила напополам, и вот такая у меня томатная паста будет сегодня. Вот, я паприку добавляла и соль, больше ничего. Вот так что жарим, и тут водичка у меня уже, наверное, закипела, ого, закипела как раз. У меня уже морковочку положилось, я все пережарится, я томатную пасту залью, и тут у меня уже готовится это спагетти, так что скоро будем обедать. Потом мы созвонились с Велиной однокласснице и ее мамой, мы обычно к Катинску чай пьем вместе, и девчонки придут, потом будем чай пьем, вместе будем попьем, пообщаемся, давно не виделись. Так что, сейчас спагетти сварятся, потом это все перемешаю, и будет вкусненько. Вика уже пришла у меня, сейчас покажу, если получится. Показываю Вику. Вика, привет! Викуль, привет! Я тут постель же сняла, поэтому еще не застелила. Вики на вещи надо в стирку сразу кинуть. Это халат малыша, я его накрывала, он ушел. Том с Мартином не помогают, сидят, тут ждут. Я пока резала мясо, они, думаю, хотели все на стол запрыгнуть, мне помочь. Потом у меня уже все тушится с томатной пастой, спагетти у меня сварились, а сейчас все это смешаем, и все, и будет вкусняшечка. Все, вот что у меня получилось. Так что, можно кушать. Так, девчонки пришли, уже обедают, получается, вот что у нас получилось в тарелочке. А я сейчас что сделала? Помыла полы, картошку собрала, у меня сохло. Помыла в ванне все. У меня мусор сейчас буду выносить. Я тут полы помыла, унитаз помыла, раковину. Ванную вечером до места сам помою. И пойду сейчас мусор выносить. У меня Вика вам свою тарелочку моет. Я вынесла мусор. Сходила в магазин еще раз, купила пряники. И небольшой рулетик к чаю. Чайник поставила закипятить, и будем ждать гостей. А вот этот человек, знаете, вот я вынесла мусор, я сходила в магазин. Я, наверное, что там, что еще я сделала? Она ест вот столько времени еду. У меня другое имя. Короче, она всегда так долго ест. Всегда. Я тогда Лиза. Я сестра-близняшка Виолетты. Угу. Давай быстрее жуй. Ну, я медленно ем, а Виолетта быстрее. Ага. Чайник, выключи, Викуль. Сегодня она замене Виолетты. Хотела вам показать погодку, какая осенья прикольная. У меня уже просто высохла, осталась под деяльник. Погода обалденная. Искрипит. Ой, мой малыш. Он сегодня опять замерз, так сегодня дрожал сильно. Но вчера кричал, сегодня нет. У него видно судороги ног, когда замерзает, да? А сейчас гуляет спокойно и нормально. У нас только грязь. А так солнышко, тепленько. Прям хорошо. Елочка моя растет. Ну, куда ты делся, малыш? Эти, мой заячка, ты, мой сладенький. Шубу тебе надо. Эти дает уже почечки всякие тут. Красота моя. Карась, а та елочка. Люблю елочку. Да не визжи ты, сейчас я к тебе приду. Сейчас. Прям боишься. Небо такое красивое. Сегодня так самолет низко летел. Здесь тучка небольшая. Я решила куртку не одевать, так в халате. Побыстренько вам показать. Все сделала, все вынесла. И ждем гостей. Сейчас они тоже там управятся. Быстро минут через 15-20 придут к нам. И попьем чаечек. Ой, тетровку куся им уже. Скорее бы уже весна, чтобы ему хорошо было на улице. У Лорки-то шуба теплая, классная. А этот же малюська такой. У нас был собака один наш. С детства самого тоже. И у него были эти. Эпилепсия. Как он его кидал. А когда у него хватал приступ. Вообще невозможно приедать. И потом. А потом это. Он долго, много лет с этим приступом был. Потом его не стало. Жалко, он был такой хороший. Он поменьше, чем Лора был. Обычно дворняжка. Но самый такой ласковый, добрый. Животные тоже болеют. Я так смотрю, как люди. Все болезни. Все-все-все. Жалко их только, что они сказать не могут. Либо не даются лечиться. Либо еще что-нибудь. Просто людей проще лечить. Хотя и людей сложно бывает лечить. Так. У нас уже гости ушли. Веля тут пытается мне делать педикюр. Она учится этой машинкой. Бор. Я кровать еще не застелила. С гостями общались. Она пытается кутикулы. Я привязала кутикулу. Машинкой учатся пилить. Сливкулю. А завтра буду красить. Вот. Так что я тут балдею и лежу. И влог тоже чей-то смотрю. Вообще хорошо. Вот ее. Откуда вроде бы кое-что появилось? Сейчас. Вот. Вот это. Всем доброе-доброе утречко. Уже суббота получается. Еще челк не подстригла. Мы вчера вечером. Потом после того, как Веля ногти делала, училась. А там кашу собака кошкам пока сварила. Потом мы включили фильм посмотреть детский. Посмотрели. Лилина, наверное, в одиннадцать вечера спать. Утром думаю, ну посплю хотя бы более-менее до девяти. То на улицу полседьмого, то в дом. Потом опять он начал спроситься. Он видно, ну как бы они же выучили время полседьмого. Ну, хозяйка встает и их кормит. Вставай, давай, типа меня будет так. Он то по комоду, то на занавеску. Я уже его выгнала. Ну, хоть до девяти поспать. И это. Он там, не знаю. Ну, на улице не холодно, поэтому ничего страшного. А он все. Просился потом в дом. Я уже встал. Думаю, надо всех покормить. Еще шлорки, думаю, погулять надо. Там покормила их всех. Малыш тоже погулял. Потом вернулся. Сейчас на улице. Девчонок тоже разбудил. А сейчас будем садиться за уроки. Мы все позавтракали. Сейчас, наверное, надо что-то разморозить. Что-нибудь. И приготовить что-нибудь кушать. Посмотрю. А может ничего не буду размораживать. Картошку пожарю на вечер. Не знаю еще. Мы вчера спагетти все съели. Наелись. Мне вчера подружка что-то знакомая пришли. Картошку еще принесли чуть-чуть. У них просто они купили другую. А это, говорит, ну пропадет. Я говорю, ну давай. Вот на улице классно. Тепло. Я сходила. Купила и сахар. Этикет. Сахар я взяла килограммчик всего лишь. Не стала брать пять. Думаю, может, когда придут все деньги. Тогда буду... Я обычно беру по пять килограмм, высыпаю в кастрюлю и знаю, что у меня есть сахар всегда, если там спеть что-то. Как-то так у нас. Девчонки садятся за уроки. Вики английский будем делать. Теперь всегда будем его заранее. Веля, свои уроки. Я хочу найти, Веля, там по физике что-то надо найти. Про гравитацию вроде бы, да? И Лиза придет и будем печатать все. Малыш еле зашел, мне нервы мотает. Сам мерзнет, а сам еле заходит. Я позавчера... Где? Том. Что-то ждет. Ребятки, я позавчера заработала 50 рублей. Заклеила их и все. Ну, заработала. И дневник заполнить надо. Мы сегодня не застилали здесь кровать, потому что Веля весь день пролежала тут. Она делает литературу. У нас еще раз приходили наши гости. Мы делали физику. Физику мы сделали, проект. Вика там ищет себе книжку почитать. Малыш. Это ж от моего халата Вика прыгала. И Мура сидит, что-то ждет. А, Веля колбаску доела, что она тут сидит. Маленький. Ну вот. А Вика ищет себе что почитать. Она английский сделала. Малыш, похоже, меня ждет. Он вкусняшку. Да, он не очень хочет что-то. Сейчас бежала каша. Нет, берем для взрослых читать книжку. Сейчас зайдем. Пойдем попробуем. Да, он не будет кушать. Сейчас попробуем. Пойдем, малыш. Малыш, малыш, малыш. К Вике подружка еще приходила. Общались. Да. Не знаю, будет косточку или нет. Ему специально купили косточку. Может, витаминки будут. Вот, пока они тут играли два часа. Мы смотрели чуть-чуть телевизор. Потом папа покормила нашего. И это, надо кушать приготовить. А у меня такое состояние, погода такая странная. Ничего не хочу делать. Ты мои пальчики от колбасы хочешь. Сегодня все такие расслабленные какие-то. Чики мои хочет. Он колбасу чует, а это не хочет уже. Это не хочет. Она, похоже, твердая для его зубов. Да нет, мне кажется, просто ему... Не знаю, иногда же он съедает ее. Она пахнет. Чем? Не нюхай ее. Она босой. Фу. Она воняет. Морке, если дать, у нее зуб. Не надо. Море, это не для кошек, так что давать не надо. Сейчас лорке пойдем попробуем дать. Вика, ты нашла книжку себе читать? Давай, сейчас. Так, я решила нам пожарить. Это была окорочка, их разделила. И варю гречку. Все запотело, когда показывала гречку. Так, тут у нас... Маникюрное сало. Да, как всегда. Так, балуется. Здравствуйте. Вот такой ужин у меня сегодня получился. Девчонкам будут ножки с гречкой. А я еще себе яйца и им отварила. Ну, наверное, им на утро будут яички. Доброе-доброе утречко уже. Воскресенье. Короче, вчера Веля болела со своими... Короче, она болела. Сегодня я заболела. И я вообще не могу... Нет, я начала вчера вечером болеть. Ну как, у нас ни кашель, ни сопли, ничего. У меня вообще воспалилась мастопатия. И, видно, продуло меня. Потому что это уже было. Года три-четыре такое. До этого еще... Короче, лет шесть назад. Это первый раз у меня такое было. Потом через год я тоже просквозила меня чуть-чуть. Ну, я вылечилась быстро. И опять, видно, к лорке выходишь. Или там собаку выпускаешь. Или еще что-то. Продуло чуть-чуть. И у меня все утро вот эта спина, все мышцы, все болело. Температуры нету. Слава богу, не сильная мастопатия. Но надо купить лекарства. Пойти. Вот. И поэтому я вообще без сил. У меня спина так болит. Ну, как бы не спина, а сами мышцы. Я сначала думала просто то, что техандроза болит грудь. А потом понимаю, что кот как прыгнет сюда. Ай, больно. Пощупала так и поняла, что воспаление есть такое небольшое. Надо лечиться. Завтра надо Вику отправить. Они идут к классам стоматологу. И надо отвезти с утра детей. Сами мы отвозим. А учительницы уже с классом идут в школу. На уроке. Вот. Я как раз завтра и пойду куплю себе лекарства. Лекарства не дешевые. Которым тем тогда лечился. Оно прям очень хорошее. Стоит где-то 100 таблеток. 1600 стоит. Вот. И надо пропиться. Потому что это не шутки. Все. Кровать я так еще опять сегодня не заправляла. Я лежала все в кровати. То температуру умеряло. То мне водичку подносили. Сейчас хотим заправить. Уже сейчас девчат вам покажу. Мы с Викой уже сходили в магазин. Я голову помыла. Думала болеть-болеть. А чистота превыше всего. Вот. Так что голову помыли. Вчера думала все досниму до конца. И выставлю в лок. У меня не получилось. Ничего. Ну ладно. Я думаю вы меня поймете. И простите за это. На улице у нас моросит. Но дождя нет. И тепло в принципе. Но я оделась тепло. Чтобы опять чего-нибудь не просхлазить хуже. И в шапки пошла. Думаю голова грязная. Как без шапки идти. А Сеня это. Сейчас помыла. Лорку отпустила. Набегает. Вика себе там вкусняшек каких-то купила. Нарокинда. Да. Небольшой какой-то. И какие-то кислятины. Ну вот Викачка. Вот она. Свои вкусняшки. Тут что-то пшикает. Что-то. Я вообще редко разрешаю такие вещи покупать. Покажи что это. Подпишитесь на канал. А кто это вообще? Динозаврик. А это динозаврик. И вот Веля. Смурка лежат. Сейчас заправим кроватку. Будем пока лежать. Потому что я пока еще хочу и отлежаться. Сильно напрягаться нельзя. Я знаю. Сильно на понедельник уроков нельзя. Ну Вике надо почитать. Это сто процентов. Велит давай писать. Он успех полчаса делала. Один ноготь и больше ничего. Вторую маму взяла. Но он же вчера не делился. Отвалился. Я не знаю что. Тебе надо отпиливать эти кутикулы. Все очищать. Кутикулы я тут отпиливаю. Ну короче это очень сложно для тебя делать. У тебя ногти детские, маленькие. Будем учиться. Да. У нас время много пока ты вырастешь. На 16 лет нормально. Так что сейчас будем заправлять. И я еще включила себе лампу. Освежить воздух. Да. Солевой. Халат мы отсюда не убираем. Тут у нас малыш лежит. Он как это. Как для него подстилочка такая тепленькая. Ну что это за ерунда. Как спинку мы выпрямили, да? Кто носки разбросал? Мама. А, это я швыряла вчера в кота утром. Ой, вчера. Сегодня. Он меня будил и шкрябал об этот комод. Я в него кидала носки свои. И так и не убрала еще. Малыш зашел домой и ластится у Вели. А я чай пью. Такой, такой, такой. Ты такой, 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 такой. Лапочка наша. Мура, не все там ходи. Что девчонки делают? Мы печенье. Печенье. Впервые. Песочное. За этот год. Это наше первое печенье в этом году. Ясно. И Мура что-то помогает. Так, надо нагреть масло. Это ровно 230 грамм. Чего? Ты посмотри на пачке сколько грамм 230. Да. Тут не 230. Ну, что у вас тут получается? И где оно у тебя растаяло? Оно растаяло. Вообще не растаяло. Ты сказал, что вам вода. Вот вода. Это, и то вылезь сюда. Я думала, оно у тебя совсем растаяло. Ты сейчас будешь жмякать и его жмякать. Ну, короче. Делай. Красоту. Ну, просто оно не растаяло как-то, горело. Я думала, действительно у тебя вода из всего масла. Оно мягкое. Ну, нет, ты сказал, что вода. Я же тебе про это. Я думала, что ты знала про это. То капелька. Ну, ладно. Вон он что делай. Сейчас, зашел? Что получается? Тесто? Конечно. А ты с тестом сделала? Бедное тесто. Нету пирога. Папа, нету пирога. Видео попадешь. Да. Ну, много не сыпь. Ты вот это перемешай, и у тебя должно быть уже это, тесто. Ну, уходит. Нет, у тебя... Можете и цел. Не липнуть к рукам, и у вас может быть мягкое. Мартин, скажи всем привет. Скажи, ты красавица у нас? Ты наш мальчик, наш любимый. Какой серьезный мужчина. Так, не снимайте меня. Не, у нее красавчик. Ты мой красавчик. А я вот такая пушистая, я лежу, ничего не делаю. Я не могу даже шею повернуть. У меня продуло, скорее всего. Поэтому все у меня болит. У меня даже вот это все, видно, продуло. Ну, как бы, продуло. Поэтому я не повернуться, не развернуться. Девчонки захотели печенье. Я говорю, делайте, что хотите. Я уже чуть-чуть отойду, потом начну делами домашнее заниматься. Но к вечеру мне надо все равно картошку пожарить, потому что мы, как бы, гречку съели. Есть чуть-чуть мяско папе. Я съела свое мяско. Ну, вот. Поэтому картошку пожарить надо. Но я сейчас еще полчаса полежу и буду делать. Еще и посуда стоит. Но у меня вообще ни на что не лежат руки. Потому что настолько... Как бы сказать, что прям сильно болит, нет. Оно такое состояние, что вот нет сил просто. И развернуться, повернуться. Как бы мышцам очень тяжеловат. Это то, что я в халате лежу, жду завершего дня, когда я уже пойду и куплю лекарства себе. Надеюсь, потом полегче будет. Мне еще посуду даже надо мыть. Но. Но. Нет, я помою попозже. Да уже поздно, уже нельзя. Надо было раньше. Нет. Ты уже сейчас все испортишь. Делай то, что есть. Хорошо разминай на столе. На стол высыпи и разминай. Вспоминай. Чудики. Давай, аккуратно. Это над столом делает, да, Зай. Я их сейчас прибью. Не надо. Кого? Сейчас они раскатают вот это тесто. Не буду трогать. Аккуратно. И сюда. Я еще не испугалась. Давай. Держи коробочку свою. Жарко мне. Нормально. Я хочу, чтобы елочка на елочке была звездочка. Дальше на елочке прибудет еще и снежинка. И колокольчик прозвенел. Муська моется. Мурочка. Мусенька. Делайте, делайте красоту и вкусняшки. У нас Вика печеньем занимается. Я вот песенку все делаю. Ага. А это? Что у вас все... Вот. Вот так. Вель. Хоба, хоба, хоба. А что вы не присыпали этим? Прилипнет? Не, не прилипнет. Это сыпчатая. Чинь. Ясно. Ну, давай. Мама, можно завтра парочку течь в школу? Ну, давай мы потом это решим. Ты делайте сколько у вас... А, еще не нагрелось. Надо идти 200, чтобы... Угу. Ну, вот что получилось у девчат. А теперь намного печенья. Ну, это не сильно много. Просто, чтобы вы уже устали. Нормально. Так, я уже картошку начистил. Сейчас буду жарить. Веля тут английский делает. У нас тут рабочий стол. И сохнет полотенце. И Вика уже доделала вроде печеньки все. И Веля помогла ей чуть-чуть. Ну, вот. Короче, картошечка мне пожарилась. Помидорчики мамины я открыла. Сейчас я поужинаю. И девчата наложу тоже картошечку. Они поедят. Веля разогревает кашу. Не буду показывать. У меня печка страшная. Не вымытая. Но у меня сил нет. Вот такую посуду помыла. Вот. Поэтому я чуть-чуть попозже ее помою. Мы уже поужинали все. Ну, кроме мужа. Он сказал, попозже покушает. Девчонки еще кушают. Я поела. Вот. Легла на кровать. Думаю, вас всех поблагодарить за то, что вы пишете комментарии. Огромное спасибо. Пожелать вам хорошей недели. Работать, учиться, трудиться. Жить, чтобы было весело и хорошо. Чтобы никто из вас не болел. Нам тоже завтра. Набуду этого в стоматологии. Может, я говорила. С Викой пойдем с утра к стоматологу. Это класс идет. Наверное, я говорила. Вот. И потом я уже в Сбербанк. И домой. На сегодня уже я больше ничего не буду снимать. У меня только осталось печку помыть. А так остальное, в принципе. Ну, то, что кушали еще. Тарелки. Надеюсь, что куплю таблеточки. И все будет хорошо. И будем быстрее жить и трудиться. И радоваться жизни. Вот. Так что желаю вам всего самого лучшего. Все. Пока-пока всем.